Что такое некоммерческая организация? Группа единомышленников, работающих над решением важных задач и проблем общества. Есть НКО, которые поддерживают тяжело больных детей и помогают инвалидам. Есть те, кто заботится о пожилых, охраняет природу, развивает спорт, заботится о животных. Массу проектов реализует и группа некоммерческих организаций «Гарант». Из нетр и ее благотворительного фонда вышла эта анимация. И сделана она как раз для того, чтобы познакомить северян с НКО. Многие люди на самом деле пользуются услугами некоммерческих организаций, вводят детей в реабилитационные центры. Если человек страдает потерей слуха, пользуется услугами переводчика. Кто-то интересуется историей, идет в клуб исторической реконструкции. Это тоже некоммерческая организация. Люди участвуют в деятельности некоммерческих организаций, но не понимают, кто они такие. Чтобы разрушить барьер непонимания, «Гарант» вместе с другими некоммерческими организациями запустил проект «Сезон открытий НКО-не-НЛО». Его программа поможет северянам разобраться, чем занимаются НКО, как с ними сотрудничать или даже стать частью их команды. Началась акция с онлайн-встречи «Десять вопросов сурдопереводчику». В нашем регионе около тысячи человек общаются с помощью языка жестов. Специалист с 20-летним стажем Светлана Ватага уверена, знать его нужно не только людям с нарушением слуха. Это такой же иностранный язык, как и любой другой. Ему нужно учиться. Он вносит много нового в жизни. Он заставляет думать. Жестовым языком могут пользоваться любые люди в общении друг с другом. В поезде, когда один сидит в вагоне, другой на перроне. В шумной компании на дискотеке. Очень удобное средство общения, когда можно передать какую-то информацию. Вопросы, которые задавали Светлане, касались трудностей освоения языка жестов. Оказалось, что его азы можно постичь за шесть занятий. Особенности работы сурдопереводчика. Наша профессия требует, чтобы мы быстро реагировали на любую ситуацию. Что мы сопровождаем глухих в любых учреждениях. То есть мы должны бегать по городу, в любую непогоду. Эта интернет-встреча запустила серию онлайн и офлайн мероприятий, которые пройдут в рамках сезона открытий, то есть в течение месяца. Будут гастрономические и художественные мастер-классы, консультации психолога, занятия по вокалотерапии, родительское кафе. А еще на сайте nko-nlo.ru есть игра «Страна по море», которая поможет участникам лучше понять работу некоммерческих организаций. Алексей Корельский, Евгений Зыгов, Регион 29.